9 января для жительницы села Якоть Ольги Лапшовой стало вторым днем рождения в этот вечер девушка одна возвращалась с работы на третьем километре трассы а 108 дмитровско-ярославского шоссе девушка потеряла управление транспортным средством и попала в дтп было уже достаточно поздно половина 11 дорога была пустая было очень скользко шел снег и снег такой был обильный рыхлый такой как вот ну как перина пушистый такой и на дороге между Игнатовка и под дубками в горку скорость была небольшая у меня повело машину вправо повело меня вправо я как бы в этой ситуации то есть я предприняла все что я могла на тот момент я перестала просто вот мертвой хваткой держаться за руль потому что машина заднеприводная я надеялась что она станет сама ровно как должна но меня закрутила на дороге как бы несколько вальсовых движений скажем так я сделала и видимо за счет того что она высокая парусность может быть большая меня выбросила на противоположную сторону и я перевернулась сейчас общаясь со своими спасителями девушки уже не так страшно как было на тот момент и выбралась я из машины сама вышла стою я поле ночь колено в снегу вообще не понимаю как бы да целое не целое там куда звонить телефон и вообще разбросаны по всей машине но буквально это было там 35 минут я из сугроба вылезла на дорогу и подъехал первый экипаж командир взвода 2 батальона 1 полка дпс северной старший лейтенант полиции владимир венедиктов в этот вечер нес ночную смену ему поступила информация о дтп сразу же незамедлительно среагировал подъехал увидел что водитель стоит есть растерянный не знает что делать на улице мороз полно конечно сразу же предложили предложил от себя присесть машину согреться немножко с мыслями собраться как минимум вот значит посмотрели руки ноги целы самое главное машина конечно другой момент ну и начали принимать решение как ее убрать с проезжей части с обочины вы доставить до дома через несколько минут на место дтп подъехал второй экипаж со старшим инспектором дпс старшим лейтенантом полиции максимом дуриловым инспектором дпс лейтенантом полиции владимиром филиным поступила информация командира взвода то есть прибыли к нему на помощь оказали содействие помощь девушке участнику который попал беду звать ее ольга помогли согрели дорогу перекрыли автомобиль и выиграл погрузили на эвакуатор доставили до дома сопроводили авария действительно была серьезная к большому счастью девушка не пострадала а командная работа сотрудника второго батальона помогла решить оперативно все возникающие по ходу проблемы там порывалась на какие-то там собственные действия и периодически выскакивала из автомобиля они меня усаживали и говорили мы сейчас все решим просто вот сидите и грейтесь вот они они так все сделали и за что им большое человеческое спасибо от меня лично и от моих близких ольга лапшова за оказанную помощь написала благодарность в управлении гибдд по московской области а спустя несколько дней лично поблагодарил инспекторов и угостила вкусными пирогами за чашечкой чая но уже с улыбкой вспомнили тот вечер ольга еще раз поблагодарила своих ангелов-хранителей за спасение а инспекторы в свою очередь подарили девушки цветы так сказать в честь второго дня рождения и дальше отправились нести службу сохранять порядок и помогать людям на дорогах